Когда Свет только увидела картина в джазе «Только девушка», наверное, мало кто мог предположить, что эти слова станут настолько пророческими. Но факт остается фактом. Прекрасная половина за долгие годы по-настоящему закрепила себя в этом изначально мужском виде музыки. Мало того, мир увидел множество по-настоящему легендарных певиц джаза. Но чтобы увидеть их вот так вот вживую, этим может похвастаться не каждый, наверное, кроме разве что гостей джаза в усадьбе Сандецкого. Не боится лед, не все прошло, не все прошло. Сегодня здесь настоящий праздник музыки, который дарят женщины джаз-курочки. Так называется объединение трех артисток, каждый из которых по отдельности знакомо всем любителям джаза. Фестиваль чудесный совершенно. Слава Богу, что он происходит из года в год. Мне кажется, только пандемия помешала проведению фестиваля. И я думаю, что надо просто поблагодарить всех людей, которые причастны к проведению этого фестиваля. Счастливы уже в который раз приезжать в Казань, в любимейший, один из любимейших городов, конечно. Здесь очаровательная публика, родные, любимые. Очень радостно, что именно вот это мероприятие нас собирает втроем. Вы знаете, мы очень редко видимся, к сожалению. И так здорово, мы с таким счастьем сюда. Все это благодаря ежегодному летнему фестивалю, который за годы жизни стал настоящей визитной карточкой культурной Казани. Поэтому каждый вечер здесь аншлаг. Мой отец меня воспитывал на этой музыке. И с детства я ее слушаю. Она очень близка. Вообще мне нравится сюда приходить, потому что здесь атмосферное место. То есть вот клёны, трава, музыка. И состояние даже людей, которые здесь приходят, они видно, что им нравится здесь. И ты заряжаешься энергией. Следующий концерт состоится уже в следующую пятницу. Под открытым небом для казанцев выступит Вадим Эйлин Крик и его проект Крю. Арам Ишайдуль, Жан Мухаммедов, ТНВ, Казань.